Почти полвека не гаснет этот огонь. Частицу вечного огня, огня памяти о великом подвиге народа, доставили в Самару из столицы нашей Родины. Его зажгли от вечного огня у могилы неизвестного солдата у стен Кремля. Из Самары пламя скорби и памяти отправится в Тольятти, Жигулевск, Кинель и Борский район, где к 70-летию победы зажгут четыре вечных огня. Огонь передали на торжественной церемонии возложения цветов у горельефа скорбящей матери Родине на площади Славы. Для ветеранов День Победы – главный праздник. Алексей Григорьевич Калабин прошел всю войну, от Сталинграда до Берлина, и 70 лет спустя он не может сдержать слез. Жить хочется, праздник хороший, что-то слезы у меня текут, я вытру слезы. Вечная память о тех, кто не вернулся из боя, и вечная благодарность герою читается в глазах каждого пришедшего на площадь. Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны, за ваш бессмертный подвиг, за великую победу, за каждый день жизни под мирным небом в свободной и независимой стране. О подвиге дедов и прадедов помнят и совсем юные самарцы. Они пришли подарить цветы ветеранам. Школьники считают, что важно знать историю истинную и не прислушиваться к тем, кто пытается переврать факты о победе советского народа над фашизмом. Это действительно самая кровопролитная война в истории человечества. Это тяжело вспоминать, но нужно помнить о том, какой ценой далась нам эта победа, и просто не повторять где-то впредь. Это огромный урок для человечества, я считаю. В мирном безоблачном небе кружат военные самолеты. Летчики выполняют фигуры высшего пилотажа. В честь праздника, в честь памяти, в честь мира. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.